доброе утро страна такая вот маня приветствует вас с утра прямо я одела шарф бегу на остановку на работу потому что у нас прохладно вот и на самом деле сегодня необычный день сидела в том что сегодня у коли день рождения и сегодня совпало так что он приходит с ночи будет спать и это конечно для меня плюс а почему плюс да все просто потому что пока он будет спать у меня есть время доделать все дела все приготовления к нашему празднованию всем еще раз привет я уже отработала я в машине сижу коли мне пригнал машину с работы и сам поехал домой на автобусе представляете молодец какой свой день рождения и очень долго так парилась по этому вопросов говорю это же на самом деле блин ненормально что человек свой день рождения с ночи уставший приехал пригнал мне машины и поехал домой на автобусе я тут устроила целую ситуацию говорю суши давай я тебя увезу домой и приеду сама на работу опять но короче мы тут спорили в итоге он уехал один в общем я отработала поеду сейчас магазин мне нужно купить ему подарок докупить одну вещь которую я еще не купила и на самом деле я до последнего сомневаюсь что брать коля мне написал целый список того что он бы хотел потому что я так попросила груз что мне пиши потому что я не знаю что брать того что полезное потому что я думала думала и как бы одно я придумала а вот остальные я до сих пор сомневаюсь вещи которые нужны не нужны и вообще стоит ли на них тратить деньги время ездить это все брать это все почти по разным частям города но в общем как-то может быть сейчас определюсь все таки и поеду пока он спит до куплю потом мне нужно заехать в ресторан в один мне нужно договориться а насчет столика сегодня на вечер и в общем если получится то мы там и останемся там очень интересный столик он не простой а если получится мы вам обязательно покажем если нет может быть я потом расскажу что это должно было быть вот так что я выдвигаюсь машинка у меня уже готова уже прогрелась принципе начал служение остывает потому что на улице тепло у нас сегодня 11 градусов это вообще прям теплым я чутка вся одета ладно в общем я буду выдвигаться время идет быстро и поеду сейчас в леруа мне нужно купить там одну штуку я уже приехала слушайте куда дурдом у нас в городе творится если честно ну что подождать нельзя что ли господи стоит там вон часу едет это все нервные сегодня все наконец-то я все купила наконец-то я купила все подарки я докупила все я заехала в ресторан я приехала в окей стою тут вон на парковке окей а я наконец-то сходила докупила последний подарок который я планировала зашла в окей купила в комсомол я милой до приехал зашла в окей купила себе вот такой вот коктейль их молочный какой-то стоял попробовать новые не привозили раньше ничего вы думаете я взять дела а здесь в общем этой нету как она трубочки нету то ли она у меня отвалилась где-то в кармане пока я несла то ли я взяла такой вот тут нету ничего и короче я сейчас палочка это все дело для суши у нас ли ролл палочки тут лежат машине я короче продавила и просто с такой жадностью выпила весит так охота пить и есть на самом деле в общем все я сейчас еду за упаковочной бумагой буду сейчас все эти подарки упаковывать у меня вот там сзади вообще целый склад всего сейчас я поеду все это буду упаковывать чувствую в машине придется это все делать не поля по работе все поговорила в общем на самом деле проблема у меня сейчас в другом заключается я если честно жарко открою дверь у нас вообще духота сегодня я если честно сомневаюсь в том что ресторан который я забронировала сможет нам предоставить столик я расскажу конечно но я просто не уверена что мы туда попадем потому что в общем так получилось что столик который я хочу сегодня взять это этот столик занят с пяти часов вот мы планируем часов на восемь выбраться и я планирую коль ничего не знает в общем и я боюсь что он возьми не освободиться как мне сказала менеджер я не уверена что этот столик будет свободный в общем я знаете то есть записано там как вроде как если он освободится то хорошо то мы приедем если он будет занят то извините по бороде тогда мы идем на простой столик а еще я хотела сейчас приехать домой и то есть когда коля проснется я думала на самом деле его еще куда-нибудь сводить ну там чтобы повеселее то было обычно мы куда-нибудь ходили в его день рождения время почти 4 сейчас я пока заеду куплю бумагу будет уже 5 пока я запакую то есть пока я приготовлю покушать он проснется голодный в общем мне кажется что время останется только ну грубо говоря час за этот час мы должны куда с ним сходить я думала съездить в ботанический сад там есть у нас зоусад при ботанике то есть там есть животные посмотреть но это на другой конец города и будут сегодня пробки в это время и я думаю что может быть мы даже не успеем у меня есть конечно еще пару идей куда его можно сводить посмотрим по времени самом деле во сколько он проснется и собственно как все пойдет вот а пока я поехала магазин за упаковочной бумагой не нужно упаковать все эти подарки у них будет несколько ну что поехали со мной но закутишь и сейчас какая-то сходка сегодня мужиков мужчин не русской национальности пищит иногда громко в камере ладно вроде бы никого нету я отъезжаю надеюсь камера не упадет а может быть и упадет нас тут на парковке часто вообще так летают что здесь нужно очень тихо ехать потому что всякие есть которые не соблюдают правила вот один из них летит просто вообще летит куда ты летишь дядечка вот еще один летит ладно ребята убираю камеру короче я приехала все купила упаковочную бумагу вот такого цвета вот сейчас сижу это дело вырезаю в машине перед подъездом чтобы его не разбудить там дома потому что варен начнет лаять и разбудит короче весь процесс не собьет в общем буду сейчас запаковывать подарки хорошо сейчас буду обрезать все по размерам а сейчас была в магазине везде какие-то сегодня у нас люди нервные то ли в конце недели все так нервничают то ли что понять не могу на самом деле я вот держусь хотя на работе сегодня тоже не самый приятный день был знаете как-то держу а люди прям вот какие-то все на взводе прям бывают стараюсь не обращать конечно на это внимание но неприятно особенно когда приходишь в магазин на тебя так продавцы смотрят я вот сейчас захожу за вот этой вот упаковочной бумагой захожу в магазин дверь открываю на меня продавец так смотрит и ничего не говорит и таким взглядом типа чё ты здесь хотела прям вот как будто я и помешала чай попить честное слово но обычно я привыкла здравствуйте говорим в магазине сейчас как-то принято заходишь здравствуйте нет а вообще если вы к этой теме возвращаться то я бы заведовала этим сектором например да я бы не знаю проводила бы какие-то курсы для продавцов чтобы они умели разговаривать с покупателями потому что порой это целая проблема вообще которая имеет большие масштабы сегодня люди продавцы элементарно не умеют разговаривать это вот на влоге недавно затрагивала эту тему многие писали поддерживали меня что да действительно есть такая проблема сегодня ладно не сегодня они вот я запаковывать мне кажется вам шелестит бумага и не очень приятно это все слушать так что я буду заниматься и буду заходить уже время у нас пятый час ну что все мои подарки запакованы вот несколько подарков все в такой теме так еще где еще вон там один лежит сейчас это буду все убирать тут машине ничего не было как будто все было здесь чисто еще осталась такая вот бумага внизу была очень удобно ее тоже может быть куда нибудь потом приспособить вот так что все все кладу на место и пойду заходить варька сейчас точно разбудит время у нас 4 50 ну что у нас уже наступил вечер я сегодня ничего не снимала вот он именинник едет правенький за рулем в общем мы едем в ресторан в надежде на то что мой столик свободный тут целая история я потом расскажу с этим столиком что в общем я уже подарила коле все подарки дома у нас там все украшено и мы приехали в наш ресторанчик вон он там находится впереди в общем пойдем будем ждать наш столик он должен сейчас освободиться я очень надеюсь что мы успеем сделать что то что я сегодня задумала ну что мы уже в кафе сидим пришли в общем а за столик здесь такая хорошая атмосфера коля сидит в новой рубашке именинник да я подарила ему рубашку в общем и он ее уже одел не но особенно меня мягкий тембральный голос в потом пока показали ну я там ка заказали и заказали сковородочку в в корее так А я просто балдею по этому интерьеру, у них здесь очень красиво, это вообще ресторан, называется он Кимчи, находится в центре города, здесь такая красивая вообще обстановка, у них интерьер вообще продуманный, мне вот эта вот синяя стена нравится и вот эти вот птички, вообще супер. Здесь превалирует в основном, я поняла, корейское меню, но наряду с ним есть еще и другие азиатские блюда, там китайские есть, японские и так далее. А, нет, Японии здесь нет, кстати? Ну, суши и роллы. А, что, роллы есть? Да. А, я чуть не заметила. Суши и роллы. Ну, ладно. Мы ждем наш заказ. Мы заказ принесут, покажут. Да. Что едут. Ну, что, нам принесли супы, у меня том-ха, а у Коли том-ям, вот такая вот вкусняшка. Еще нам принесли чай с жасмином зеленый и мы сейчас будем пробовать супчики. Давай, будем кушать. С днем рождения тебя. С днем рождения. Смотрите, нам принесли тофу, рис. Смотрите, какая огромная тарелка, моя рука, тарелка. Вот, и нам принесли мяско, это у нас свинина с, ну, Коли говорил, с овощами, по-корейски, да. Такая горяченькая, вкусненькая сковородочка. Я ем-ем том-ха, не могу доесть. Вопрос, мы-то доедим в сосуде? Мне кажется, нет, мы точно не доедим. Ладно, мы кушаем. Коли говорит, что он захотел спать. Что вы думаете, мы не можем ничего доесть? У нас, в общем, тут осталось мяско. У нас остался сыр, тофу. У меня тут кусочек хлеба, я не могу доесть. Коля сидит в себя, все это толкает. Я говорю, давай домой заберем. Они тут запаковывают все. С собой можно взять. С собой можно взять. И тут у Коли еще остался бульончик от Том-Яма. Вот мой чай. Сейчас буду пить. Очень приятный. Прям очень вкусно. Просто вкусняшка. Ну все, мы нашли вкусное кафе, в которое еще обязательно вернемся. Обязательно без вопроса даже. Да, вот так здесь красивенько. Абажур такой над нами. Светло, уютно, хорошо. Там вот есть второй зал. Здесь вот барная стойка. Здесь вот люди стоят разговаривать. Прямо по духам у нас. Там вот люди сидят. Все жалуются, что все объелись. Нам принесли десерт от заведения. Такой чизкейк и свечку зажгли. Ай, какой приятный. Загадывать желание надо? Да, обязательно загадывай желание и сдавай. Что-нибудь такое? Что-нибудь такое прям. Не, избыточное. Избыточное? Да, да. Ура! С днем рождения! Спасибо большое. Ой, еще полили вкусняшкой. Вкусняшка какая. Сироп. Да, сироп вкусный. Девочка. И кипяточек в сяник еще попросила. Не хватит нам чая. У меня уже маловато. Да, сладенький десерт. Все, мы поехали домой. Смотрите, какая у нас красота. Ну как, это красота считается для нас. Да, у нас такая красота. Да. А в общем, на камере очень плохо видно. Очень плохо? Да. На меня хорошо. Тебя просто отлично видно. Твою обеевшуюся Харьку очень видно. Я переел. Коля жалуется. Я вообще наелся. Мам. Это не она. Посмотри. Нет, вроде бы. Ой, а мы тут смотрим в общем такси. Она. Она. Мадам, блядь. Мадам часов. Короче, у нас сейчас в кафе произошла такая история. Просто мы сидели в общем за столиком. Кушали. И слышим кто-то. Я показывала. Вот девушка стояла в длинной юбке такой. И она стоит болтает с кем-то. Громко прям вот разговаривает. Ну, такие откровенные темы. Как бы там, как детки там, я не знаю, в туалет ходят. И все такое. В общем, я такое думаю. Ну, блин, кто там так стоит громко разговаривает? В итоге тут эта девушка. В общем, она. Я думала, она разговаривает со знакомыми. Со своими. Коля мне сейчас говорит, что она с ними там познакомилась. На ушки им присела, грубо говоря. Пока они одевались в гардеробе. Да. И с ними болтала на всякие темы. Причем люди стояли такие, уважительно улыбались, как бы. И выслушивали. Выслушивали, да. Оказывается, что она с ними там познакомилась. Ладно, это ничего. Я-то просто... Пока она стояла, в общем... Вернее, пока она ждала такси, она выпила несколько коктейлей. В общем, такая, да, очень. Очень странного полюбия. Я давно таких, короче, не видела. И получилось так, что она еще, оказывается, рядом с нами сейчас ехала в такси. Просто она с этим такси там всех официантов замучила. Где ее такси, куда она подъехала. Как локацию определить, какой надо. Ну, в общем, ладно. Ну, у кого-то тоже вечер веселый сегодня. Да. Так что. Едем мы уже домой. У нас тут все подсвечивается вечером в городе. Проезжаем в театр. Вот здесь у нас есть такой. Прилучий театр. Да. Нет, здесь там было видно. Ну, вот. Загургского. О, вот здесь у нас есть два. Ага. Ой. Как лежать, 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 если сейчас. Поля едет жаловать. Если сейчас подскочу, все увидит. Ха-ха-ха. Говорит. Спасибо, милая, что ты нашла такое хорошее место. А сам говорит, о, как мне плохо. Как я наеделась. О, больше, да? Да. О, Боже. Мне же бы неплохо было прогуляться, чтобы протестить. Сейчас прогуляемся, однозначно. Пойдем в пальму и погуляемся. Да, потому что у нас, конечно, все забито в животе. Это вообще. Мы очень вкусно покушали, так хорошо посидели. Коля привезли еще десертик. Я показала. Вообще здорово. А нам понравилось. Чизкей, кстати, был очень вкусный. Такой, знаете, пропитанный как надо. И свечку очень даже в тему зажгли. Так приятно было вообще. Молодцы. Молодцы, ребятки. А мы уже дома. Прячься под одеяло. Все, спрятался. Коля, спать ложится. Хотела показать вам такие вот флажки. Я тут наделала. Коля, с днем рождения. У нас тут так вот в зале. Я пришел домой. Мой журбут. Да. Вот. Так что мы уже ложимся спать. Я включила камеру сказать всем спокойной ночь. И всем пока-пока. С днем рождения. С днем рождения. Да. Чувак. Да. До встречи. Редактор субтитров.